Здравствуйте! В эфире программа «Здоровье души и тела» на телеканале «Спас» в студии Владимир Зайцев. Хочу поприветствовать наших гостей в студии и у экранов телевизоров. На дворе весна, но с пробуждением природы приходят не совсем приятные ощущения. Аллергия – тема нашей сегодняшней программы. Мы пригласили в студию наших гостей. Это архимандрит Александр Глоба, врач-организатор здравоохранения, клирик Городницкого Ставропегиального Свято-Георгиевского Мускового Монастыря и врач-дерматовенеролог высшей категории Лариса Рубимовна Алексеева. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте! Здравствуйте! Отец Александр, первый вопрос вам. Вот что-то в Библии и в священных писаниях сказано об аллергии? Напрямую об аллергии, конечно, в священном писании ничего не сказано, потому что само состояние, которое возникает при возникновении у человека особенных проявлений, которые называются аллергии впоследствии, оно появилось довольно поздно. Но человек соприкасался всегда с живой природой очень давно. Мы вместе с вами помним, что Бог создал человека, Адама и Еву в раю, и жили они в прекрасно цветущем саде, рае, где, конечно, были цветы, где, конечно, была пыльца, где, конечно, было очень много различных аллергенов, но человек был совершенный, и у него не было таких вот заболеваний, не было тех предпосылок, которые бы вызывали у человека ответную реакцию на соприкосновение вот с этими аллергенами. Также в священном писании мы вместе с вами помним, когда описываются те или иные события в Ветхом Завете, допустим, когда человек прикасался к какому-то роду металла, либо к какому-то предмету, у него возникали кожные проявления. И очень часто в священном писании все эти проявления, покраснение, побеление, высыпание, они, конечно, назывались очень страшными терминами, которые вызывали у людей реакцию отторжения, потому что любые кожные изменения, они пугали людей, любые изменения на человеке, они приводили к тому, что от такого человека отворачивались, их называли еще прокаженными, то есть это большая объединяющая группа проявлений, реакций и болезней, которые заставляли такого человека поселить вне стана, запрещали такому человеку находиться в обществе людей для того, чтобы предотвратить распространение или заболеваний, или этого состояния у других людей. Лариса Алексеевна, расскажите нам, пожалуйста, о механизмах, что происходит с организмом человека и в чем заключается механизм аллергии. Дело в том, что когда появляется чужеродный объект, чужеродный агент, как нам, вот как мы часто студентам объясняем, например, вот они говорят, Лариса Руевна, или нашим пациентам, я всегда ел клубнику, всю жизнь я ее ем, и у меня никогда не бывает аллергии. И вот вчера, вот вчера, да, я поел этой клубники, у меня аллергия. Это как, вот представьте себе чаша весов, что человек ел, ел, вот накапливался этот аллерген, накапливался, организм боролся, а потом, когда чаша весов уже переполнилась, и уже появилась вот эта вот реакция организма на отторжение вот этого продукта, да, и человек заболел, у него наступила уже аллергическая реакция организма, она выражается в кожных каких-то проявлениях, да, очень часто, потому что я дерматолог, я вижу именно кожную реакцию, ко мне приходят с кожными проявлениями, да, но она одна тоже, вот эта вот кожная реакция, одна, то есть не бывает, то есть она сочетанная, может быть сразу и, значит, как заложенность носа, конъюнктивит аллергический, зуд в глазах, чихание и так далее, тоже вот эти вот общие симптомы аллергии. Но аллергия – это опасное заболевание или это такое состояние, которое пришло и так же само ушло? Вы знаете, аллергия – это просто название аллергии, это мы так называем по-бытовому, да, это бытовое название, а так, естественно, это сложные монологические реакции организма, которые запускаются, и она может вылиться во что угодно, может вылиться она и в нормальное такое течение, да, вот, почему и гомеопатия помогает, как мы с вами знаем, да, лечение подобное подобное, хотя сейчас это запрещено, но всё-таки оно имеет место быть, вот, и может вылиться в страшные вещи синдрома Стивенса Джонсона. То есть… У пациента развивается отёк венки, в чём это выражается клинически? Например, клинически это выражается в том, что мгновенный отёк лица, то есть отёк венки – это отёк лица, габитус известен, то есть мгновенный отёк лица, у человека глаз не видно, то есть заплывают глаза, отёк век, и самое опасное – это отёк… – Отёк дыхательных путей. – Дыхательных путей, и может быть смерть. То есть отёк гортани, и мы всегда как говорим, значит, когда ты приходишь, вот, ну, на инъекции очень часто, это на инъекции, то вот у стоматологов такая проблема бывает, да, такая проблема бывает у нас, когда люди лечатся от других заболеваний. Наш дерматологи… – На таблетке, это может развиться такая реакция? – Особенно на инъекции очень часто, потому что вот, особенно на антибиотике это бывает, да. – Сколько есть времени у врача, чтобы предупредить… – Вам повезёт, если вы в клинике, что если у вас это будет в клинике, вам повезёт. То есть вам сразу же сделают гормональный препарат, и вас спасут. Вот. Если вы находитесь дома и приняли чужеродный препарат вашему организму впервые, да, вы должны обязательно, вот я просто всем говорю, это вот мой совет такой, что иметь в сумке с собой. – Что иметь в сумке, расскажите, пожалуйста. – Всегда. Иметь антигистаминный препарат, любой, и нитроглицерин. Я говорю, всё, больше ничего вам не надо. Потому что нитроглицерин всегда снимет спазм в любом состоянии, в любом, желудочный ли он, спазм или какой-либо. А вот препараты, ну и сейчас же они очень хорошие, есть четвёртого, пятого поколения, да, и они очень быстро действуют, двенадцать минут, и всё, как бы вы действуете. А если вы куда-то уже в дорогу собрались, я всегда об этом говорю в телепередачах, то вы обязательно можете даже гормонально взять вот эти ампулы. – У нас есть вопрос из зала. Здравствуйте, Людмила, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. – Отец Александр, вопрос у меня такой. – А можно ли принимать препараты от аллергии перед причастием? – Дело в том, что препараты от аллергии надо классифицировать, дифференцировать. Дело в том, что таинство Евхаристии, таинство причащения – это, как бы, кульминация всей нашей духовной жизни, и к нему надо готовиться определённым образом. Дело в том, что существуют даже апостольские правила, и правила каноны в православной церкви, которые регламентируют, как человек должен приходить ко святому причастию. То есть приходить натощак, подготовившись и, конечно, физически чистым приходить, и духовно, подготовившись молитвенно. Если состояние, которое у человека вызывает опасения, даже аллергологическое, статус его такой, что необходимо выпить препарат, потому что разовьётся реакция, то, конечно, он пьёт и, ничтоже сумняшись, приходит к чаше. Если состояние, оно может подождать, допустим, приходит человек на раннюю литургию, или на позднюю литургию, он причастится до 11 часов, и он может, как бы, отодвинуть это время. Он же не каждый день причащается. Один раз, там, в воскресенье, в субботу выбирает для себя удобный день, то, конечно, он может отсрочить. Но, если необходимо выпить какой препарат, который нужен для того, чтобы поддержать здоровье, церковь, наоборот, призывает людей употребить этот препарат, запить водичкой, и это не считается за то, что человек употребил пищу. И у нас в студии ещё есть вопрос. Наталья, здравствуйте. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. У меня соседка много лет страдает аллергией. Каждую весну она чихает. А в данный момент у неё краснеют руки и шея. И вот эта краснота вся чешется. И вот у меня такой вопрос. Меняются ли симптомы аллергии, и от чего это зависит? Симптомы аллергии, они, естественно, могут меняться в зависимости от аллергена. То есть, может быть, и кожные симптомы, может быть, и дыхательная аллергия, может быть, она вазомоторный линит, да, может быть, сенная какая-то реакция. Но похоже на сенную лихорадку. Да, на сенную похоже, да. И поэтому, действительно, здесь только наши помощники, любимые, что я уже говорила, антигистаминные препараты и диета, гипоаллергенная диета. А вот я хочу вас спросить, если принять препарат, а потом уже сделать скарификационные пробы, так правильно? Или надо сначала всё-таки выявить аллерген, и потом уже начать лечение? Знаете, насчёт скарификационных проб мы не разрешаем. Мы спрашиваем у этого пациента, вы когда антигистаминную закончили лечение, да, он говорит, только вчера принял, три месяца должно пройти для того, чтобы полностью вывелись все вот эти препараты, да, и только тогда мы проводим, три месяца должно быть. Поэтому, ну, мы не можем ждать. Я говорю, мы говорим, ну, принимать человек может погибнуть, поэтому уж скарификационные подождут пробы. Уж тогда, как говорится. Хотелось бы немножечко, поскольку сейчас время весеннее, перевести разговор в плоскость весны. И, конечно, есть у нас категория граждан, которые вроде как весну ждут, распускаются зелень, трава, листва, приятная погода, но люди также и боятся весенней аллергии. В чём, так сказать, проблема именно весенней аллергии заключается? Дело в том, что весной начинается цветение различных растений. И как вот обычно утренние часы, когда распускаются все это растения, выходит пыльца, из этих растений появляется опыление. И аллергики, если они любят весну, открывают окна, проветривают, то это для них, можно сказать, смерть. Они не могут даже на работу выйти, потому что сразу зуд, чихание, глаза у них отекают, конъюнктивит развивается аллергический. И эти люди, конечно, не работоспособны. Но они знают уже о своих заболеваниях, они этого не делают, они, в общем-то, принимают превентивно препараты. Может быть, иммунологические какие-то иммунологи, они им делают целый цикл инъекций предупреждающих. Потом у них сейчас есть аэрозольные, очень много прекрасных препаратов. Об этом мы сейчас поговорим отдельно. И эти люди, они, конечно, в весеннее время очень страдают. И поэтому, конечно, вот всегда хочется их предупредить, всегда хочется им сказать о том, чтобы они, ну, мы уже знаем, как это делать. И они иногда принимают это за ОРЗ. Думают, ой, вот если впервые у человека, да, он думает, почему я зиму не болел? Сделал я прививку себе. Такой я хороший. Вот всю зиму я прошел в облах. Что-то я весной всегда болею, насморк у меня, все это. И что-то я чихаю, красный весь, а температуры нет. И приходит к врачу, к терапевту. Я еще и терапевт, вы же знаете, общей практики врач. Вот. А тут я говорю, да вы знаете, это у вас не ОРВИ и не вирус. А аллергия. А аллергия. А сейчас давайте посмотрим, на какие растения весной чаще всего бывает аллергия. Основные весенние аллергены. К опасным объектам также относятся травы и кустарники. Особенно бермудская трава, овсяница, трава Джонсон, тонконог, ежа сборная, многолетняя рожь, полевица белая, тимофеевка луговая. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, то вы можете задавать их на адрес нашей электронной почты, которую вы видите на своих экранах. И один из таких вопросов нам прислала телезрительница. Нам пишет Екатерина из Томска. Очень люблю вербное воскресенье, но держать веточки верба в руках не могу. Аллергия. Как с этим быть? Отечествен Александров, ну, наверное, это вопрос вам. Действительно, прекрасная служба, прекрасный момент поста, когда отмечается этот великий спасительный праздник. Но здесь проблема, в принципе, решается очень быстро. Во-первых, мы слышали, что врач советует принимать антигистаминные препараты. А самый простой выход, это, наверное, взять пальмовые веточки, если есть, или другие какие-нибудь веточки, или цветочки, или растения, которые не вызывают аллергии. Потому что, в принципе, вызывают вот это пыльца, гликопротеиды в пыльце, которые вызывают иммунологический ответ в организме человека. А в этих растениях, вот в пальме, в других растениях, этой пыльцы не существует, поэтому прямого контакта нет. Но здесь может быть такая ситуация. Она придет с пальмой, а люди приходят с вербочкой. И вот эта вот пыльца, она существует, конечно же, в атмосфере, в храме. И получить дозу аллергена она может. Поэтому рекомендуется масочка. Зазорного здесь ничего нет. И, конечно же, под защитой медикаментозных средств. Лариса Фруймановна, расскажите нам, пожалуйста, о методах диагностики аллергии. Значит, есть специальные пробы, есть кожные пробы, которые мы проводим. У нас, в общем-то, они сейчас... Как они правильно называются? ...скорификационные пробы на аллергены. То есть это вводятся микродозы аллергенов. Они вводятся подкожно, на запястье. И, значит, смотрится потом реакция по тому, как ведет себя вот эта данная инъекция. Инъекции болезненные или безболезненные? Нет, они безболезненные. Инъекции безболезненные, бояться не надо. Но мы уже видим хорошо по размерам этого пятна. Там происходит реакция, то есть воспалительная и аллергическая, как мы говорим. То есть появляются пупырышки, пятнышки. Да, пупырышки, пятнышки, отек небольшой. Если аллергия есть, то появляется отек. И потом замеряют этот отек. И потом смотрят, сколько, как соответствует эта норма. Если иногда, ну то есть при скорификационной пробе умереть нельзя, так что вы не бойтесь. То есть отека к венке не произойдет, потому что там микродозы. Но даже эти запястья, это у нас самая чувствительная часть кожи. И я всегда говорю, если мы не можем провести скорификационную пробу того или иного продукта, но вы его впервые принимаете, нанесите этот продукт на запястье. Не обязательно, можно даже потереть тоже лист осины, ольхи или березы, да? И вот этот лист. Сколько должно пройти времени, чтобы мы поняли, что реакции есть и реакции наоборот нет? Вы знаете, полчаса это должно обязательно пройти. Иногда это мгновенная реакция. Иногда даже бывают такие случаи, что после нанесения уже и полчаса, и два часа, и все-таки начинает. То есть каждый организм индивидуальный. Но вообще полчаса должно пройти обязательно для того, чтобы мы могли сделать такой вывод. Но сейчас, в настоящее время, уже мы этим не пользуемся тестом, да? У нас уже другие тесты, которые, это внутривенно мы берем кровь, и уже большой такой иммунологически развернутый анализ на все аллергены, которые есть. Но я хочу сказать о том, что даже если вам провели вот этот весь анализ на тысячу аллергенов, да, может быть, один такой, на который вам не провели, у вас именно на него. Поэтому, как бы, конечно, это полезно знать. То есть чем панель будет обширнее и богаче, диагностическая, тем вероятность выявить аллергию выше. Выявить выше, но и не значит то, что именно вы ее и выявите. Все-таки вот я как-то, честно говоря, ну не знаю, конечно, Владимир Михайлович, но вот как-то доверяю вот таким тестам, наблюдениям, более проверенным. А у нас есть гость в студии, это Екатерина Георгиевна. Екатерина Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, расскажите нам историю вашего заболевания. Ну, как здесь она начинается, у меня начинается аллергия на березу, на адоп. Как бы мне доктор посоветовал уехать с города, а мне некуда уезжать. Как быть нашей пациентке, если действительно не у всех есть возможность уехать на природу, а бывает, что это такая природа, что как раз там и цветет то, что вызывает аллергию. Как, какой правильный порядок действий? Правильный порядок действий действительно. Это выписали антигистаминные препараты, эти антигистаминные препараты нужно правильно принимать. То есть выписывается антигистаминный препарат четвертого поколения и первого, второго. То есть четвертого поколения принимают с утра, сразу, значит, когда пациент встает, он приняет четвертого, он на весь день действует. А на ночь можно принять второго поколения препараты. Расскажите нам, пожалуйста, про поколения, чем они отличаются? Они отличаются тем, что препараты четвёртого поколения, они более длительного пролонгированного действия, и у них побочных явлений, конечно, меньше. Четвёртое – это современное поколение. Да, самые современные. Самые современные. Все очень боятся насчёт гормональных мазей, но вы не бойтесь. Дело в том, что там и очень маленькая поверхность соприкосновения, и это в 100 граммах столько процентов вот этого гормонального препарата, а вы наносите микрограмму, поэтому не бойтесь. И также я второе советую о том, чтобы окна, если вы утром, да, утром распускаются. То есть человек, который аллергик, он чувствует прекрасно вечером себя, да, утром щадите, приняли препарат, окна не открывайте, увлажнители воздуха должны быть у вас повсеместно, да, вот. Проветривание, влажная уборка – это вот всё то, что мы делали, когда у нас было задымление. Помните, как это называется? Да, в 2010 году. Да, в 2010 году. Вот, а вам это надо делать каждую весну. И у нас есть ещё один вопрос из зала. Татьяна, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Я слышала, что аллергикам нельзя принимать в пищу красные фрукты и овощи. Почему? И есть ли какая-то альтернатива в питании? Что-то советы какие-то? Такое мнение действительно бытует. Спасибо вам большое за вопрос. Суть проблемы, я всегда говорю, диета по цвету. Вы всегда знаете, если вы всё-таки подвержены аллергии, то красные, пигменты, их много, я их сейчас перечитать не буду. Вот красные, такие тёмно-малиновые, вот эти все тёмные насыщенные цвета, они всё-таки являются вот этими аллергенными продуктами. Они чаще всего вызывают реакции и кожные, и дыхательные. Нужно исключить эти продукты. Исключить красное, красное, острое. То есть так же. Красное, острое мы исключаем всегда. И вы знаете, очень легко запомнить. То есть гипоаллергенную, диета, я вы уже так делаю, всегда говорю. Красное, оранжевое, жёлтое можно иногда, если уже у тебя ремиссия, а белое можно всегда. А белое, вы сами знаете, это очень вкусное белое мясо, отсюда же входит. То есть в красное входит не только красное яблоко, а и красное мясо входит в красное. И всё то, что имеет красный цвет. А беленькое, дворок, кефирчик, всё это кашка, всё это мы будем есть. Меня часто про свеклу спрашивают, люди очень хотят свеклу. Но вы знаете, там тоже очень яркий пигмент. Так что и свекла нам тоже не подруга. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. И хочется передать слово нашим экспертам, чтобы подвести итоги нашей сегодняшней беседы. Слово вам. Я хотела бы сказать нашим телезрителям, чтобы телезрители не боялись аллергии. Аллергии сейчас прекрасно, с ней можно жить хорошо, можно с ней дружить, соблюдая нехитрые правила, о которых мы уже сказали. Вот. Единственное, что я хочу сказать, что можно ещё принимать и сорбенты. Это те препараты, которые тоже аллергены выводят. То есть они тоже могут быть очищают. Да, это активированный уголь и другие препараты. Большое спасибо. Отец Александр, Ваше слово. Христианский подход здесь должен быть один. Это принять то, что человек страдает аллергией. Не нужно винить никого в этом. Мы знаем, что это глубокая проблема, связанная с генетическими дефектами. Поэтому полностью излечиться от этой болезни, от этого состояния невозможно. Поэтому, действительно, как сказал доктор, то человек должен научиться жить с этим состоянием, научиться правильно функционировать, научиться правильно распределять свой день таким образом, чтобы быть полноценным человеком. Не забывать также, что необходимо молиться. Потому что люди, которые обладают такими вот сильными душевными качествами, очень подвержены стрессам, тревогам, которые подвержены раздражениям, они страдают тяжелее аллергическими состояниями. Поэтому должны молиться, должны чаще исповедоваться, прибегать к церковным таинствам, соборованиям, молебным. Вот такие вот советы. Спасибо. Отец Александр, пожалуйста, благословите наших гостей в студии, и наших телезрителей. И нас. И нас тоже. Пусть Божие благословения, покров Царицы Небесной, и молитвенное представительство святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами. Большое спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа заканчивается. Я благодарю гостей в студии и наших телезрителей. Спасибо, что эти полчаса вы провели с нами. Это была программа «Здоровье души и тела» на телеканале «Спас». А мы увидимся с вами ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова